Учебный год завершён, школы переформатировали свою работу на летний период. На ближайшие три месяца в них организуют пришкольные лагеря отдыха. В гимназии номер 31 по 22 июня стартовала единственная лагерная смена для 100 учеников первых-четвёртых классов. Пришкольный лагерь под названием «Радуга» на базе образовательного учреждения существует уже 20 лет. Так как мы носим название «Радуга», поэтому все дни у нас тематические по цветам «Радуги». И мероприятие у нас соответственное. 100 человек – это 4 отряда. Но все отряды у нас имеют свои традиционные названия, девизы, и поэтому мы различаем их. У нас вот есть такие атрибуты, как галстуки, сегодня, наверное, вы видите. И по тематическому дню мы приходим в одежде соответствующего цвета. Так, в оранжевый день ребята приняли участие в конкурсе «Мистера Мисс Веснушка» и активных играх на свежем воздухе. Нарисовали оранжевые рисунки, постреляли из лука, станцевали флэш-мобы, посетили бассейн «Автомобилист». Дети в основном проводят время на свежем воздухе, посещают музеи, кино, спортивные мероприятия. Такой вид отдыха устраивает как родители, так и детей, которым не приходится сидеть дома. Катя Лаушина рассказала, что в школьном лагере в этом году впервые ей очень нравится. Больше всего за первые дни в лагере понравилось посещение игровой комнаты и запуск больших мыльных пузырей. Кроме того, девочка любит принимать участие в танцевальных флэш-мобах. Завтра я не знаю, что будет, но я очень этого жду и надеюсь, что мне очень хорошо запомнятся эти впечатления. Дети находятся под постоянным присмотром воспитателей. В основном это учителя начальных классов. В роли вожатых выступают волонтеры. Помогают проводить летнюю смену и старшеклассники, которые занимаются в лагере труда и отдыха. Я многодетная мама. Я воспитывала своих детей, со своими детьми. Когда старшие выросли, я решила прийти в школу и реализовать себя в школе. Мне очень нравится с детьми. Особенно с маленькими детьми нравится. От них отдаётся тепло и как они воспринимают. На данный момент в Ульяновске заработали 85 пришкольных лагерей. Всего за лето больше 7 тысяч ребят смогут отдохнуть в летних и здоровительных лагерях. Алина Тихонова, Сергей Кудаков, Улправды ТВ.